Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Вы спрашиваете, почему меня так давно нет, почему я редко выхожу. Вы знаете, когда идёт страшный плач души, когда стонет, изнемогает всё внутри, то ты не можешь говорить ни о рецептах, ты не можешь ничего, у тебя зов только к Богу, ты можешь окунаться полностью в Слово Божье, и ты можешь находиться только в Боге. Поэтому и я делаю именно это, и я иду в объятия к Богу, и я общаюсь в основном с Ним. Что говорит Господь? Разное говорит. Он разговаривает с нами через Слово Божье. Суд, 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 он говорит. Грядёт суд. Вы знаете, когда я читала Иоиль, глава 2, стих 23, там «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь». Я думаю, ну как же радоваться, веселиться, когда столько слёз вокруг. А всё равно, говорит, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет неспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. Я не знаю, можете ли вы душой воспринимать чтение Слова Божьего, но я читаю Слово Божье только душой. Я понимаю, что грядёт именно потоп. Я когда-то это уже подробно рассказывала, что идёт духовный потоп, и он идёт сейчас. Сейчас, как никогда, матери обращаются всею своей душою к Богу. Внемлят. Боже, останови это безумие. Боже, вразуми все народы. Вразуми, Господь. Боже, помоги. Но мы при этом забываем, что и нам дана власть от Бога именем Иисуса Христа гнать прочь всякую нечисть. Вот нам дана такая власть. Каждому, кто меня слышит, запомните. Если у вас беда, если у вас горе, или если у вас болезни, дай Господь, кто-то болеет, вы имеете такую власть именем Иисуса Христа выгонять эту болезнь, выгонять всякую нечисть от себя, гнать ее, становиться Божьим воином. И вот я так понимаю, что этот потоп – это духовный потоп. Бог пообещал нам излияние силы Духа Святого, которое принесет самый великий за всю историю урожай душ. Мы, верующие, читаем в Слове Божьем и слышим проповеди на разные темы. Когда мирное время, они открываются по одному, а когда война, и она не стучит ни на пороги, она там, где ты. Ты внутри и вокруг все рушится, но ты в Боге, ты в укрытии, ты в укрытии, и ты все равно погружаешься, несмотря ни на что. Ты понимаешь, что происходит. Происходит то, что описано подробно. И суд, суд, суд. Постоянно в голове у меня звучит, что будет великий суд. Суд, Божий суд над каждым, над каждым. Пусть тебя это не заботит. Не вздумай озлоблять себя. Не вздумай проклинать никого. Как бы тебе не хотелось, я слышу, от многих идут проклятия в тот или иной адрес. Я вам хочу сказать, не вздумайте проклинать никого. Проклятия ложатся назад. Когда вы не проклинаете, а, скажем, не то, что вы благословляете, нет, 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 совсем не это, нет, а прощаете. Вот нужно уметь простить. Я знаю, как бы горько не было, но нужно уметь простить. Я сама этому учусь. Я сама этому учусь. Я прохожу сейчас через этот узкий коридор. Настолько узок этот коридор, что аж кости выламывает, аж душу выворачивает. Настолько узок у нас коридор. Но мы пройдём через этот коридор. И вот в этом коридоре есть ещё одно условие. Это умение простить. Потому что мы открываем для работы, мы открываем все двери для работы Бога. Он будет судить. Он будет в его зале судить каждого, кто так или иначе причастен к этому кровопролитию. Дальше я слышала, я думала, что такое, когда вот Христос говорил, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Я думала, как это Иоанна, глава 7, стих 38, как это из чрева потекут воды живой. А где мы возьмём? Так вот я поняла, это потоп последнего времени. Вот этот потоп, он сейчас идёт. Потоп живых вод, Божьих вод, изливающихся из верующих. И вот Дух Святой, который живёт внутри нас, он будет являться источником всех чудес и знамений, о которых предсказывали пророки. И когда мы начнём усиленно молиться, молитвы и ходатайства, тогда и начнётся изливаться потоп этой силы. И вы знаете, я решила усиленно молиться. Не так, как вот раньше я это делала, там в определённое время всё, сейчас просто марафон, просто марафон молений. Я прошу вас всех, подсоединитесь к этому марафону молитвы за мир. Просто молитесь о мире. Я знаю, сатана, он будет перечёркивать слово мир. Ведь у сатаны, у него на языке ложь, одурманивание мозгов людей. У сатаны всё наоборот. Ведь это есть сатана. Он при помощи лжи полностью высасывает всю жизнь из человека и превращает его в зомби. в зомби. И когда человек превращается в зомби, он забирает у него душу. Всё, дело сделано. Дальше ходит пустая кукла и ждёт своего часа. Всё, а дальше суд. А на суде каждый будет отвечать за себя по одному. Рядом не будет никого. суд, 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 говорит в моей голове. Поэтому подсоединяйтесь к молитвенному марафону о мире. Мир, стоп, войне. О мире. Потому что, потому что вы таким образом будете собирать этот потоп живой воды. И потоп. А тот, кто это не будет делать или не делает, а наоборот, зло, зло радствует. Зло радствует. Опять-таки в голове у меня суд, суд, суд. У кого есть мудрость, поймёт. Все, кто в потопе молитвы о мире. Именно о мире. Какое прекрасное слово мир. И как сатана не любит это слово. Там, где мирно, он обязательно пытается зайти, но нет. Нет. Вечность он у нас украсть не может. У верных вечность не украдёшь, потому что суд, суд, суд будет. А сатану уже всё понятно. И он думает, как можно больше душ украсть. А книга пророка Сахарии, глава 10, стих 1, говорит «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснёт молнию и даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле». Именно наши молитвы, наше ходатайство высвободят это великое излияние Духа Божьего. Когда мы начнём объединяться и взывать к Богу, тогда реки воды живой внутри каждого из нас начнут соединяться вместе и превратятся в потоп духовной силы на земле. Вы наполняете свои сосуды, свою душу, своё тело вот этим потопом, потопом живой воды. А как наполнить? А вот один из способов – это молитва. Когда вы соединяете, присподсоединяете себя к всеобщей молитве о мире. Внизу в комментариях все, кто неравнодушны, все, кто с Богом, изливайте свою любовь, благословение, провозглашайте мир. Тот, кто злорадствует, вот суд, суд, суд. А мы будем высвобождать этот потоп, высвобождать потоп живой силы любви, потоп духовной силы на земле. Так что просите, молитесь о потопе Духа Святого, ходатайствуйте об излиянии, и пусть этот мощный потоп духовной силы станет самым главным в нашей молитвенной жизни. Слава Богу, что дождь уже начался. Многие люди раскрыли свои сердца к Богу. Ну почему вот так, именно в таких обстоятельствах люди открываются Богу? Почему нельзя это делать даже в мирный час? и вот одна из причин, почему сейчас вот но понятно, если меня нет больше там трех-четырех дней не выхожу я в эфир, понятно, что нужно во все колокола бить. И высвобождаем, продолжаем высвобождать поток любви. Я люблю вас всех, вы уникальные люди, интернет-семья, люди, и вы прекрасны, вы бесподобное творение Божье, потому что вы люди, люди, которые с душой. А злорадники, бездушные, зомби, они мне неинтересны, не надо внизу писать. Если вам не нравится, вас раздражает то, о чем я прошу, просто пройдите мимо. Все. И больше ничего. Писать не надо, потому что я тем, кто злорадствует, я не отвечаю. Мне не о чем разговаривать с сатаной. Сатана это не тот персонаж, с которым я разговариваю. Я дочь царя-царей, мне этот персонаж не интересен. А с преисподней разговаривают другие, и отвечают, и общаются с ним другие. Ничтожества мне не интересны. Я их игнорирую, потому что тот, кто с Богом, тот выше их всех. А те, кто злорадствует, у кого в голове зло и нет души, запомните, суд, суд, суд. И каждый будет один на этом суде. Пока не поздно, очнитесь, остановите это безумство. Каждый, кто это не сделал, кто свою каплю в то, чтобы остановить это безумство, не капнул, каждый будет стоять там, где суд, 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 причем Божий суд, даже не человеческий. пусть Бог благословит каждого, кто меня сейчас слышит, пусть Бог продлит ваши жизни, живите, радуйтесь, получайте удовольствие, но помните, что чью-то жизнь уже не вернуть из-за того, что чья-то похоть и гордыня решила иначе. Люблю вас. Пока-пока.